Народ, привет! С вами снова мы. Мы идем по Дубае. Мы идем в метро. Сейчас покажем вам метро. На уличке где-то 45-50. Видите, мы так оделись, закутались. Наташа в рубашке вообще. Надели маски, прекрасно лицо не печет. И это правило Дубая и правило всех Эмиратов. Я надела бандану. Мы идем, посмотрим, что же такое знаменитое дубайское метро. Ставьте лайк, подписывайтесь и вперед! А там собачка. Собачка это редкость, кстати. А, ну что, собачка? Сейчас мы ее поймаем здесь, собачка-то. Нет, собачка спряталась, ладно. Переводим свой взгляд, народ. И вот метро. Собачка приятная. Класс! Все, собачку поставим. Нам все маршрут. Люди здесь приятные. Всегда приглашают на какие-то тусовки. У меня уже было видео, когда я снимала в 4 утра наш отель. Мне прям хай из окна кричали. Так, вот метро. А взяла этого парня, который все слухал? Ну, я не знаю, попал ли он в кадр. У меня это махал хотел попасть в кадр. Ну да, почему бы нет. Так что вот у нас метро. Сейчас мы озвучим, какая станция. Это буквально минуты три от нашего отеля. И наслаждаемся красивым Дубай. Сейчас мы просто покажем вам, расскажем, что такое метро. Что такое метро? Да, как там садиться. Есть же определенные правила, которые нельзя нарушать. Нет, нет, он в этой тросе, а он в этой там прячет. Ух ты! Вот там вот будут прячься. Ну, как пять. Вперед! Ох, ну хоть тенечек, мало, много. Да, тут хоть тенек и ветер, а вообще, конечно же, ради-ка. Мы просто все липкие. Мы вышли, мы сразу вспотели. Так, ну, подходим. Сейчас будем подходить к метро. Но, надеюсь, у вас телефон, поэтому, надеюсь, нам разрешат снимать, что проблем не будет. И покажем вам, как пополнить, как купить карточку, какая карточка нужна туристу. Эту карточку можно использовать в троллейбусах. Тут нет троллейбусов, трамваи есть. На Марине есть трамвай, в трамвае можно. Тут много автобусов и метро. Карточку нужно приложить, вас просто пикнет. А потом уже, в зависимости от расстояния, от станции, с вас снимет сумму, когда вы будете выходить. Снова прикладываете, вам пикает и снимается сумма. Тогда вы увидите сумму, которая осталась на карточке. Старбакс. О, любимая копейня Старбакс. Почему она тебе любит? Мне просто она нравится, потому что она считается культовой. Много людей в них сидят. Мы сидели в ней с тобой в Барселоне. Смотрите, было круто. Так, перевожу. Котлета? Народ, смотрите, котлета. Кто был в котлете, пишите. Так, ладно, вот наше метро. Financial Center. Ну, давайте. У нас карточки, правда, мы два года их не пользовали. Я не думаю, что они сгорели. Ну, посмотрим. Если что, пополним. Но там оставалось немного. Ой, как хорошо. Как хорошо, прохладненько, даже чуть-чуть. Так, ну что. Все, что оплачивать метро, сначала нужно подняться. Кстати, есть такие лавочки ожидания. Я вам так даю лайфхак. Если вы гуляете, нагрелись, можете заездить, посидеть, отдохнуть. Не, не, я показываю вперед, куда мы едем. Я не показываю пока мое лицо. Вот даже велосипедики здесь есть. Он едет за рулем, рулит и махает. Он может. Я не, это, наверное, взгляд мой сломил еще раз помахал. Но он хотел в камеру. Он точно хотел в камеру попасть. Так, сейчас посмотрим. Ну, наверное, тоже может снимать. О, тут, наверное, такой длинный переходик. Я не помню, что мы ходили по этой станции. Хотя, в Дубай, кстати, да, мы действительно изучали только по метро. И по такси. А, ну, в принципе, он уже пришел. Ага, ну, такой переход длинный есть в Баймоле. Мы, наверное, его еще посмотрим. Вот там длиннющий переход. Прикольный, с экскаватором можно ехать. Можно идти рассматривать там за окном пальмы прикольные, да, всякие фигурки. Ну, интересно. Так, смотрите. Издан, да? Значит, нам нужно найти и пополнить. Да, идем, будем с девочкой выполнять. Не знаю, сейчас. Так, держи ты стул на отдалении, чтобы нам не прилетело. Я пополню нашу карточку. Сейчас покажу карточки. Смотрите, они называются серебряные. Вот, например, писать РТА, Дубай. Серебряные. Просто покупаете карточку и не помню, сколько она стоит. То ли 20 дирхам, по-моему, она стоила. А ты спросишь. И пополняете. Что делаю? Ничего, снимаешь. 50 for each. How much? 50 for each. 50, 50. А немного? Здесь есть 24,50. Уже будет 74. 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 Уже карточка. Нет, 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 этот экспортик. А, у нас экспортик? А, у нас экспортик. Нет, мы не посетили Дубай, потому что ситуация. Мы можем поставить больше, а мы должны купить другого. Мы должны купить другого. Ага. А сколько будет стоить? How much? 25 дирхам с балансом 19. Если вы хотите 50. 25 дирхам и 19 уже на этом. Ага, понятно. 2 карточки и 50 for each. А на баланс уже 19. Ну и что, пусть будет еще. А, хорошо. Я думаю, что мы нормально. А нам отдадут? 100 дирхам, окей? Yes. Пускай нам отдадут тебе на память. Can we take it for memory? Yes, I will. Thank you. Заберем на память, Наташа. Так, приложите к вам туда и память. Вы представляете? Да, кстати, было такое. Даже не из этой ситуации было, ребята. Помню, мне хотели отдать карточку. А сколько она действует? Вот она, она просматривалась все. Ага. Пришла смс-очки, эти деньги потрачены. Сейчас покажем вам, как будем шелкать. Спасибо. Спасибо, удачи, удачи, удачи. Всего приятного, девочка. Так, смотри, сейчас мы будем делать что. Дай мне мою. Ой, она новенькая, смотри, какая. Не красная, просто белая серебряная. То есть очень выгодно. Реально, 25 стоит карточка, просто ты 6 платишь, дирхам всего лишь. И 19 уже. Так, поехали. Так, я прикладываю. Все, просто у меня баланс показывает. Ага. А покажется сумма, когда мы уже прошел. Да, да. Так, и куда нам нужно? А теперь хороший вопрос. Я не помню, куда нам нужно. Ну, ладно, мы не будем спойлерить, куда нам нужно. Просто расскажем. Смотрите, вот между этими двумя станциями. Мы жили первый раз в Дубае. Вот нам туда где-то и нужно. IDCB. Нет. Вот, нам сегодня сюда. Не будем спойлерить, да? Да, не будем спойлерить. Но это что-то станция, значит, нам туда направо. Вообще, мы сегодня показываем метро, правильно? А, кстати, здесь туалет есть? Должен быть туалет. Давай посмотрим. Тут здесь очень хорошее. Ой, что это такое? Что это такое? Что это такое? Метро. Так, это шейх Дубай и вице-премьер Эмиратов. Боже, как красиво. Шейх Мохаммед. Я боюсь спросить, это что, золото? Что-что? 2009 год. Во имя Аллаха, его высочество, шейх Мохаммед бин Рашид Эль Мактун, вице-президент Эмиратов, официально инаугурейт, открыл Дубай метро, я так понимаю. Ага, метро, 9 сентября 2009 года. И это золотая монета Хаджири по мусульманскому календарю. А что это? Это золотая реальная монета? Не знаю, да. И в этот день была создана эта монета, выходит. Слушайте, классно. Ну, блестит, как золото. Вот, золотая монета метро, какая интересная. Классно. Так, идем посмотрим, есть ли тут туалет. Обычно на станциях бывают туалеты. Вот, есть. Значит, с той стороны мужской туалет. Давай, я проверю, если не туалет. Да, давай, давай. Вон, для инвалидов, для деток, для женщин. А с противоположной стороны... Идем, 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 идем. Идем, проверь. Вот это я тупенькая. Вот так, да. То есть туалеты совершенно бесплатные, чистые, замечательные. Боже, а пахнет как вкусно. Это метро. О, боже, какая красота. Все чистенько, ребята. Знаете, скажем, в Барселоне на станции не было... Ой, это ужасно. Извините. Мы с вами взятили деньги в 1 евро в каком-то море. Давайте я поснимаю. Не-не-не-не. Ой, я обожаю эти сушилки. Не для рекламы, но они единственные, которые электрические сушат реально руки. Так, смотрите, бумажка, пожалуйста. Салфетки идеальные. Возьмем на это. Ой, я еще хочу показать это. Быстренько. А что тут вот для инвалидов и для деток? Открыто или нет? Открыто. О-о-о-о. Ну, короче, вы понимаете, что тут все для людей. Все для людей. Все, идем. Сейчас мы начинаем идти на станцию. Так, все, продолжаем идти на станцию. Есть лифт, кстати. Наш поезд уехал, мы подождем. И сейчас вам расскажем правила поведения в метро Дубае. Покажем вам, за что вас могут взять штраф. За жвачку точно, я помню. По-моему, нельзя пить есть в метро. Но даже если вы выпьете таблетку, это может стать проблемой. Одна женщина в группе писала, что ее штрафовали. Было такое. Но она даже, она запивала таблетку, но это, по-моему, проблему не решила. Поэтому будьте осторожны. Еще есть мужские вагоны. Ну, не мужские, точнее, общие вагоны, где могут быть дети, женщины, мужчины. Есть розовый вагон. Там только женщины и дети. Только. Не дай бог вы туда зайдете. На вас посмотрят туда такими глазами. Еще штрафовать могут. Выходить не нужно. Можно пройти. Да, можно. То есть весь вагон, он сквозь. Идем сначала, покажем с первого. Есть золотой вагон. Вот он. Голд класс. Это специальные билеты покупаются. Мы не знаем, сколько. Намного дороже, я вам скажу. Мы раз туда заглядывали, ничего обычного. Как бы, ну, сидение. Но там было мало людей. Там точно вы сядете. А я скажу вам, что сесть в метро бывает проблема. Потому что бывает уже много людей едут на работу. Он оттуда на метро придет, будет красиво. Еще лайфхак. Метро автоматическое. Вы должны стоять вот тут вот. В первом вагоне или в последнем, чтобы вы увидели вот такую панораму, когда едете. Сейчас попробуем вам показать. Поэтому нам нужно идти в конец. Смотрите, это мы прошли золотой класс. Зало, что еще недавно парень попил в метро. А, танцевал. Он танцевал и пел. Его штрафовали. Причем с формулировкой нарушения морали. Да. Да. Вот так вот. Так, сейчас я... Здесь обычные вагоны. Вы понимаете, дверь откроется четко здесь, потому что метро автоматическое. Здесь водителя нет. Вот обычный вагон. То есть мужчины, семьи. Если вы не хотите разлучаться с мужем, с братом, с взрослым сыном, вы должны стоять и посещать только такие вагоны. Сейчас покажем вам розовый вагон. Потому что, скажем так, это может стать проблемой. И вас или оштрафуют, или на вас... О, сейчас покажем вам. Подождите. Вот. Если вы просто живете жвачку в метро и дуете пузырики, то это будет штраф. Поддуйте дом. Вы никак не оправдаетесь. Как бы вы, может, его... Вот. Нельзя. Нельзя не есть, не пить. Нельзя. Если вы чувствуете себя плохо, выйдите из вагона где-то... И присядьте, конечно. Вот лифт есть. Присядьте или зайдите в лифт или стоять. Потому что, ну, опять-таки, строгие правила штрафа вы заплатите. Так, ну, здесь вот такое основное это что? Ну да, не есть, не пить. Не есть, не пить. Конечно, маску не снимать тоже. Вот видите, мы идем все время черные вагоны. Значит, розовый, мне кажется, будет в конце. Так можно уже женщины. И тогда есть шанс... Вот, видишь, табличка. Ага. Вот, видите, табличка. Есть шанс тогда, что мы снимем вам видео с конца. Да, идем. Да, мы же попытаемся это сделать. Но я не могу сказать, что, конечно, все будут рады, что мы зашли с камерой. Но не знаю. Я надеюсь, что люди нас кричать не будут. Друзья, мы и пока ждем поезда. Вот, смотрите, вы заплатите штраф. Стой дирхам, если мужчина поедет в этой кабине. То есть 27 долларов. Заплатите, я так знаю, что это 27 долларов. Не буду переводить. А ты что? Я не знала. Ну, мы тоже про штраф. Нет, как-то зашел мужчина, он был наш, я не знаю, русский, белорус, неважно. Он зашел, и мы ему сказали, что вы можете заплатить штраф. Они доехали и пересели в другой вагон. Они не знали просто. А зачем перед это? А было очень-очень плотно, они не могли пройти, они быстро перебежали. Так что, народ. В общем, такие правила дубайского метро. Будьте осторожны. Народ. Еще одно правило. За курение 200 дирхам. Ну, и так, по-моему, понятно, что в метро курить нельзя. Поезд с другой стороны приехал. Правильно, мы же едем туда вот. Правильно, мы туда ехали. Так, девчонки уже все заняли. Ну, ничего, ладно. Ох, здесь толпа просто. С тобой иду. О, девчонки заняли, смотрят, но мы тоже посмотрим. Давай. Я сейчас тебя не буду держать? Да, ты меня держи, кстати. В метро здесь очень... Народ метро здесь такой, что считается. Вообще, просто считается. Видите, какая толпа, очень много людей. С тобой поймут. Ой, ой. Ты держишь? Да. Потому что... О, поехали! А теперь народ просто насладеетесь этим видом вообще. Я не знаю, каждый раз, в принципе, по-кспански, небоскреб, кстати, который возле нас. Я хочу сказать, что все снимают все, когда едешь. Но все равно такой насладение, да? Наверное, если каждый день на работу, то, наверное, не то. Мне, наверное, классно, когда у тебя еще музыка такая в ушах какая-то, и ты так едешь как в лаву. Музыка в ушах. Жены, да? Седень. Седень. Это же арабский мир. Ой, арабский. Да. Да. Ох, я вот такой вот. Такие станции. Классный хинейт, они закрыты. Не упадешь, не... Сейчас, Полиня, пока остановимся. Постараюсь увеличить, где я буду еще побывать. Это вообще красота, конечно. Вот когда там побываем. Он еще не открыт. Да, но не открыт еще просто. Он еще просто не открыт. Ну, давай еще остановочку, да? Снимем. Ну, сделали довольно-таки быстро, да? Построили. Да, быстро, за... Ну, как быстро, за пару лет построили вообще. За пару лет. И уже трава светит. Аль-Агуэ-Бутуглак. Да. Дорос-клозинг. Так, главное, нужно же станцию не пролетать. Нет, ну, все, что-то идет. Да, хорошо, поехали. Народ, мы на вся камеру не переводим. Вы сзади много стоит женщина. Вы знаете, в имя так снимать нельзя. Если не потребует, нам придется удалить. О, сейчас, 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 сейчас. Какой он красивый. Вообще, ты знаешь, что внутри, народ? Вот, я даже не представляю, что внутри. Это просто такая-то сказка. Да, интересно, вверху пространство просто как пространство или занято? Вообще, вот эти этажи такие. Слушай, а вот это давно вот эти апартаменты? Да, нет, их не было. Это не комплекс. Ну, это жилые, да? Много, много чего не было. То есть нам много настроили. И, ну, я скажу так, настроили очень удачно. У нас бывает, мы в Киев приехали, извините, настроили какой-то... Это вот здание с шариком. Всегда это здание эти салаты. Салаты здесь связь основная. Здесь есть и дуо, здесь эти салаты. Все, это как Киевстар и UMC. У нас еще лайф есть в Киеве. У UMC уже давно нет, водофон. А, водофон, да. Ну, видишь, Рашун даже меня поправляет. Ух ты, такой прям поезд на встречу, как классно. Ну, отлично как раз, что мы так удачно попали, сняли. И можем... Прям девушки подвинулись. Сейчас мы, может, с вами еще... Да, я не ставлю ничего. Окей, да, я не ставлю ничего. Так, все, вот еще смотрите. Нельзя здесь сидеть и нельзя ставить вещи. Хотя вот слева-справа девчонки ставят вещи. Но не буду показывать. Ну, что делать? Ну, да. Сейчас, посмотрите, остановочка. Просто насладимся. Держаться же можно, я надеюсь. Ну, как вам? Лайк, лайк, лайк? Аль-Джафлия. The next station is... Аль-Джафлия. Аль-Джафлия. Такой резкий поворот пошел. Знаете, кто на американских горках катался? Так вот сейчас примерно, честное слово, такой живой мамой. И там еще поворот сейчас будет, слушайте. Вот такая скоростушка приличная. О, что я увлекла с рельсами. Вот здание Десалата. У нас такое же Веляния, такое же есть в Абу-Даби. А вот уже виднеется наша станция. Какой же огромный, красивый, фантастический город. Очень четко. Ну, это же механическое расписание от водителя не зависит. Так, девчонки нам дорогу пробивают. Хорошо, девчонки выходят, которые здесь стояли. Ну, отлично. Ну, только тут не надо, вот видите, помогут нам выйти. Да, а здесь выходить надо очень плохо. Да? Давайте разворачиваюсь вот так вот. Через верх, потому что очень много людей. Вот, кстати, вот карта есть. Всегда можете по карте узнать, куда вам ехать. Все, пошли вперед, вышли. Супер. Так, и сейчас по карточке покажем вам, как. Сразу заходим. Давай пропустим? Да, давай пропустим. Там есть пол-тебя, ты не забыл. Да, карточка у меня. Так, и если вы видите, очень много филипинок здесь. Сидя очень, здесь очень много филипинок, индусов. И кто еще здесь работает? Пакистанцы. Ну, наши. Да, пакистанцы. Потом наши, американцы. Во все господи, с юблей. Ну, граждане Великобритании. Ну, скажем так, французы здесь меньше. Ну, есть. Немцев здесь меньше есть. Ну, вот такие самые популярные. Здесь филиппинская диаспора просто очень большая. Еще сами видите, девчонок идет. Так, сейчас Наташа берет камеру, да? Да. Будем выходить. Я достаю наши карточки. И узнаем, сколько нам стоила одна поездка, четыре остановки. Думаю, это минималочка сейчас. Держи аккуратно. Думаешь? Да. Четыре остановки, да. А подожди, тут же нет такого. Тут Светки на ветку, когда пересаживаешься. А когда на одной линии, по-моему, одна цена. Не помнишь? Я тоже не помню, но сейчас. Ну, сейчас мы будем выходить и узнаем цель. Мне кажется, я права. Ну, давай мне карточку. Так. Сейчас прикладываем. Три дирхама своего. Три дирхамчик. Меньше доллара. Надо же, у меня тоже. Да, тоже. Неожиданно. Так, подожди. Это все. Так, мы сейчас попрощаемся с нашими людиновыми подписчиками. Давай. С ватным камер. Все, ребята, показали вам дубайское метро. Это просто класс. И я знаю, что если вы в Дубае, вы проедете обязательно. Если не в Дубае, мы вам все показали. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Приезжайте. Пока.